МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я вас слушаю. В смысле? Вы сотворили так много зла. Но теперь пришел час расплаты, ведьма. Я же предупреждал вас, но вы не гняли. Теперь я стану вашим исповедником, чтобы вы могли спасти свою душу. Не, ну это капец какой-то. Слушайте, у меня такой плотный график, что я... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если вы будете кричать, я буду вынужден снова заклеить вам рот. И тогда вы будете лишены возможности раскаяться и спастись. Хорошо? Отвечайте только правду. Ибо ложью вы только усугубите свою участь перед божьим судом. Признаетесь ли вы в том, что вы ведьма? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я сейчас все расскажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я помогу, а? Давайте, пойдемте. Вот так. Вот так. Аккуратней, аккуратней. Никакая я не верь. Нет. Только развяжите меня, пожалуйста, развяжите. Я просто шарлатанка. Я людей обманывала, это правда. Я им головы дурю. Ну какая же я ведьма. Ну мы же сами цивилизованные люди. Мы же все понимаем. Значит, не хотите признаваться? Да нет, я... Я понимаю. Это дьявол. Это дьявол запечатывает уста своим прислужницам и нашептывает им лживые речи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На руках возьму тебя, да некогда преткнишь, а камень ногу твою. На аспиды, Василиска, наступишь и поперешь льва и змея. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Признаешься ли ты в том, что ты ведьма? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот, уже лучше. Уже лучше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Когда вы в первый раз встретились с дьяволом? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Год назад. Был ли составлен какой-нибудь письменный договор? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, да, да. Подписала все. Я подписала. Сколько? Сколько людей вы погубили своим колдовством? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Десять. Сколько? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, двенадцать. Я вспомнила двенадцать. Вы обманывали смертельно больных людей? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Принимали ли участие в шабашах или юных сборищах нечистой силы? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Помогите! Помогите! Ира! Март, что случилось? Март, Алина, что случилось? Немного! Помогите! Пожар! Помогите! Пожар! Помогите! Ой! Горим! Пожар! Мужчина, надо пожарник! Куда же вы, мужчина? Помогите! С пятого этажа, кажется, я даже и не знаю. У колдунья ты, что ли? А тот человек, где горим-то? Полиция приехала. А пожарные-то где? Вот, опять побежали. А я же звонила. Да не убивайтесь вы так, ясновидящая вы моя. Вы же сами виноваты. Вы что, не могли в будущее заглянуть, когда ему дверь открыли? Хватит. Нет, оно, конечно, Герман Иванович великий опера. Но зачем же ему стулья-то об голову ломать? Арсен, помолчи, без себя тошно. Даже пожарных кто-то здорово вызвал. Кстати, кто вас научил в таких случаях кричать «пожар»? А вы вообще в курсе, что если кричать «помогите» убивают, вообще все разбегутся? Все она правильно сделала. Вы вообще героическая женщина. Это он? Кто бы сомневался. Но вы, главное, не волнуйтесь, никуда он от нас не денется. Арсен Степанян, легенда, сышка. Преступников зубами рвет. Господи, никуда не скрытся. Или от Витя, или отключу уже. Алло. Алло, Вить, привет. Нет, нет, у меня просто... Что? Я не могу говорить, я на совещании. Да что ж такое? С вами все в порядке? Да. Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, посмотрите на меня. Все уже закончилось. Понимаете? Действительно, все закончилось. Это правда. Решено. В Шанхай мы летим с тобой вдвойне. Уже почти втроем. Тем более, тем более. Они хотели видеть мою жену. Вот, вот моя настоящая жена. Мать моего будущего ребенка. Вить, ты уверен? Просто меня пугает твоя такая внезапная решимость. Зайка, а что тебя пугает? Ты же сама говорила, что любовь это поступки. Вот. Я принял решение, я действую. Только сейчас, когда я узнала, что я беременна? Ну, ну зачем ты так? Ну, просто раньше мы были с тобой вдвоем. Ты и я. А сейчас вас двое. Вы перевесили. А как же твой сын? Сын? Толик. Ну, с этим проще. Он у меня парень взрослый. Наверное, сам скоро придет ко мне и скажет. Папа, я женюсь. А жена? А знаешь что? Я сегодня вечером вернусь сюда с вещами. И? И расскажу тебе, если ты захочешь, как все прошло с женой. А? Все в порядке, проницательная. Вы моя, жить будете, но недолго. Отстаньте. От силы лет 70 проживете и каюк. А сейчас мы в больничку с вами прокатим. Сейчас ветерковый. Нет, я отказываюсь от госпитализации. Мне уже хорошо, ничего не надо. Нет, действительно, езжайте. Под нашим присмотром-то все равно безопаснее будет. Мало ли он вернется, чтобы вас добить. Что? Это называется незавершенный гештальт. Ну, как партия недоигранная. Вот Ирина Михайловна не дала ему сделать свое грязное дело. Вот он может мстить. Теперь вам обеим. Умеешь ты людей успокоить, Степаньян. Ладно. Ира, Ира, спасибо тебе. Ты спасла меня, понимаешь? Если б не ты, я б сдохла. Альвина, перестаньте. Да какая Альвина? Аля, я просто Аля. Все, я уже наигралась. Альвина, не работает эта теория вероятности, понимаешь? Работает теория невероятность. Это все невероятно. От меня еще что-то требуется. Я могу ехать домой. Нет, все в порядке. Я ходить подвезу. Нет, нет, у меня машина внизу. Спасибо. Тем более, вам в таком состоянии за руль нельзя. Я отвезу. Прошу. Вы только берегите ее, Герман Иванович. Мне теперь нужен только глаз. Глаз. Так, аккуратно. Давайте ключ. Герман Иванович, где машина? А, за углом там. Осторожно. А что теперь делать-то? В смысле? Ну, ваш коллега, как его? Степанин? Ну, он сказал, что за мной теперь нужен глаз да глаз. Он что вообще? Шутил по обыкновению. Хотя, на мой взгляд, повода для шуток-то нет. Так где машина? А, он красненький. Подождите, так вы тоже считаете, что этот человек маньяк? Ага. Может меня теперь выслеживать и ему... Мстить? Ну, да. Ну, посудите сами, Ирина Михайловна. Вы ему всю малину испортили. Это раз. Вы нежелательный свидетель. Это два. Но... А три? А три то, что... Если он поймет, что мы напали на его след, то начнет нервничать и совершать ошибки. А этот как раз нам на руку. А что значит на руку? Вы что, из меня приманку хотите сделать? Да ну что вы. Вы у нас теперь, как говорится, под колпаком. Подождите. Вы хотите ловить его? На меня, как на живца? Да ну что вы, Ирин Михайловна. Ирин Михайловна, посмотрите на меня. Я вас буду беречь теперь, как зениц волк. Да после того, что вы сегодня совершили, я от вас на шаг не отойду. Ну, хотите, клятву дам. Да не надо. Ну, простите, что я вас стулом ударила. Нет ничего. Тихо-тихо-тихо-тихо. СТУПА СИГНАЛИЯ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, пойдемте, сдам вас рук на руки, как в аптеке. Да нет, ну что вы, дальше меня провожать не надо, спасибо. А вдруг этот Мэль ждет вас там? Хотя нет, конечно, не ждет, он же пока не знает о вас ничего. Ладно, позвоню ребятам из наружки, а вы без моего ведома на улицу ни шагу. Поймите, все это очень серьезно. Я все понимаю, я же его видела. Господи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. А я тебе звонила сегодня? Я не мог ответить, извини, действительно не мог. Хотел сказать, что... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты куда-то собираешься? Нет. Ну... да. В Китай? Да. Нет. В общем, не надо уехать. Надолго? Ну... Навсегда. Да. Ну, в общем, такой день. И не мог закончиться хорошо. Встаньте незаметно где-нибудь недалеко от дома и глаз в отъезды не спускайте. И помните, братцы, вы мне за нее головой отвечаете. Все. Я, конечно, дико перед тобой виноват и перед Толиком. Кстати, Толик, ему надо как-то все это рассказать. Да, у вас все останется по-прежнему. Все расходы я, конечно, беру на себя и... Мне, конечно, надо было тебе сразу все сказать. Ну, что у меня появилась... Женщина. То есть она не появилась, она была. Только она была не моей. Эта женщина... Ира, что ты делаешь, а? Это гаустерки взял. Что-то я не могу их найти. Ты вообще слышишь, что я тебе сейчас говорю? Ну, конечно. У тебя появилась другая женщина. Ну? Ну и почему ты молчишь? Да я не молчу, я кричу. Просто ты не слышишь ничего. Кстати, у этого чемодана ручка сломанная. Ты бы взял вот другой, чтобы... Да черт с ним, с этим чемоданом! Ира, я прошу тебя, прекрати. Ты думаешь, мне легко? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Помнишь, как мы с тобой в Милан ездили? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Помню. Гуляли там по этим маленьким площадям. Ира, я прошу тебя, не надо. Набрели как-то на лучку такую крошечную. И еще мороженое обалденное продавали. Помнишь? Ира. Как она называлась? Виам... Виам Анцони. И справа от кафешки магазинчик мужской одежды был. Мы тебе там потрясающий пиджак купили. Ты его взял. Ты издеваешься? Нет. Тогда что с тобой сегодня? Меня сегодня муж бросил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит так. Ориентировку на гарш вы разошлете всем службам, включая погранцов. Вдруг он вздумает дать дюру. Не думаю, товарищ полковник. Что с гадалкой? В больнице под усиленной охраной. А что с этой, которая тебя стулом огрела? А, Соловьева, товарищ полковник. Ирина Михайловна. Хорошо, что с Соловьевой, которая тебя стулом огрела? Дом Соловьевой тоже взят под наблюдение. Нарушкой работает. И я ей посоветовал из дома пока не выходить. А выйти ей все-таки придется, Герман Иванович? Ммм... Никак нельзя, товарищ полковник. Вы представляете, какой у нее стресс после сегодняшнего? А как ты мне предлагаешь ловить этого психа, Данилов? Он же наверняка попытается ее добить, а нам-то это только на руку. А раз мы знаем его следующую цель, значит, и мы можем расставить на него силки. Действительно, товарищ полковник, у меня вот когда дедушка на охоту ходил... Рисковать жизнью свидетеля, товарищ полковник. Если Гаршев не ударился в бега, он наверняка кружит вокруг ее дома, ждет удобного момента, чтобы расквитаться. А тут мы с наживкой. Но мы можем подставить Соловьеву. А нам нужно этого изверга кровь из носу поймать. Мне сверху уже всю плеш проели вынь да положь. Так что не тяни, Герман Иванович. Хорошо, товарищ полковник. Только хочу предупредить, что в случае чего я буду руководствоваться прежде всего интересами безопасности нашего свидетеля. Не занудствуй, Данилов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Витя! Эилина Михайловна, доброе утро. Простите за внезапное вторжение. Встретил утром вашего сына. Не хотел пускать. Насилую уговорил. Пришлось дать ему пообщаться со всем своим начальством. Как вы после вчерашнего? Как спали? Как убитая. Шутите? Это хорошо. Давайте что ли тогда завтракать? Я похозяйничал без вас. Не возражаете? Ничего. А который час? Одиннадцатый. Господи, у меня голова квадратная. Я столько снотворного вчера выпила, что я ничего не соображаю. Понимаю вас, у меня то же самое. Потому что я вас... Да, это потому что вы меня столом огрели. Шучу, конечно. Приятного аппетита. Не-не-не, я ничего не хочу. Кофе можно? Сколько угодно. Слушайте, а почему вы здесь? Ирина Михайловна, скажу честно, у меня к вам дело. Нам нужна ваша помощь. Необходимо заманить его в ловушку. А я здесь при чем? Видите ли, камера наблюдения на соседнем доме сегодня ночью зафиксировала одного человека, очень похожего на нашего друга. Скорее всего, он знает, где вы и ждет удобного момента. Одним словом, нам надо выманить его, а для этого вы должны выйти из дома. Слушайте, минуточку. Вы мне вчера сами сказали, чтобы я ни в коем случае не выходила. Сказал. Вы говорили, что меня надо беречь. Говорил. Вы обещали, что вы не подвергнете меня опасности. Не буду. Сказал, обещал и свое слово сдержу. Ну, а что я могу сделать-то? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Ира! Ты что, обалдела? Ты что так пугаешь? Что случилось? Что случилось? Я со вчерашнего вечера звоню тебе на мобильный. Ты не берешь трубку. Витька, недоступно. Что у вас происходит? Я собралась к вам ехать. Ну, вообще, привет. Привет. Наверное, я просто отключила звук у телефона. Надо было сразу на домашний звонить. Я городским уже лет десять не пользуюсь. А пока твой номер телефона нашла, тут все вверх дном перевернула. Ты вообще жива? Что стряслось? Витя где? Слушай, это длинный разговор и не телефонный. В двух словах, Ира. Он что, ушел? Не бери в голову. Со мной такое было тысячу раз. Светка, я не могу сейчас с тобой это обсуждать. Подождать, а ты что, не одна? Нет. А, ты. С мужиком. Вот молодец, Ирка. Вот так держать. Светка, я тебя умоляю. Давай потом. Хорошо, давай потом. Вечером дуешь ко мне. Не, 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 я к тебе не приеду. Ты что? Почему? Свет, ну потому что у меня нет сил. Соглашайтесь. Что? Что, что, приезжай, говорю. Такой шанс нельзя упустить. Слушай, Ирка, я такое мясо приготовила. Пальчики облишь. Ну приезжай, заодно все расскажешь. Я не могу. Можете. Вся надежда только на вас. Нет. Да. Умоляю. Господи. Ну так что, приедешь? Ну уже. Ну хорошо. Ну вот так бы сразу. Восемь жду. Спасибо вам, Ирина Михайловна. Объект нашего самого пристального внимания – Гаршев Василий Григорьевич. Рост 190 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы длинные. Особо опасный маньяк и серийный убийца. Для него человека убить все равно, что цыпленка зарезать. Поэтому будьте предельно внимательны и сосредоточены. Это понятно? Давайте еще раз. Давайте. Я еду к Светке на такси и сижу у нее до самого позднего вечера. До 11 часов. Ну да, до 11 часов. А потом я хожу и иду в сторону метро, через сквер, позаду маршрут. По самой темной аллее? Ну уж, конечно, по самой темной, понятное дело. Ирина Михайловна, вы главное не волнуйтесь. Повсюду будут наши люди. Он будет охотиться за женщиной, которая помешала ему совершить очередное убийство. Вот она, Соловьева Ирина Михайловна. За жизнь этой женщины, 73-го года рождения, мы с вами отвечаем головой. Это понятно? Уверен, что все пройдет гладко, Ирина Михайловна. Но на всякий случай, это шокер. Нажимаете на кнопку и тычете в человека. Он на какое-то время лишается возможности двигаться. У вас будет время убежать. А зачем? Вы же меня будете прикрывать. На всякий случай. Сколько можно? Почти уже три часа сидят. Да будет тебе известно, Степанин, что женщинам все отличаются некоторой разговорчивостью. Да известно, известно, Герман Иванович. Всех надо обсудить, косточки перемыть. Всех пожалеете. Ну, вот правильно излагаешь. Тем более от нее муж ушел. От кого? А, в смысле от подруги? Да не от подруги. А Соловьевой этой вашей, которая со стулом. Как ушел? Ну, как все уходят. С вещами. Когда? Да вот вчера, когда вы ее домой привезли. Мне наружка донесла. Я думаю, вы знаете. Так, всем внимание. Работаем. Ну, наконец-то. Арсен, еще раз тебя предупреждаю. Да, да. Отвечаем за нее головой. Вот именно, головой. Все, вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, мимо. Пока отбой, ребята. Надо подальше держаться, Герман Иванович. Потом заметим. Арсен, ты что, хочешь, чтобы он его нас под носом задушил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, внимание! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твою дивизию опять мимо. Да я говорю, он нас уже давно засек. Помолчи. Оцепление не снимаем. Держим, держим. Смотри. Красотка! Тихо, тихо, тихо. Погоди. Куда так поздно? А это еще что с едиоты? Ну, сейчас всю операцию сорвут. Ребят, пропустите. Нет, погоди. Скажи, а ты Моцарта знаешь? А? Так убираем этих двух обалдуев. Только по-тихому. Ладно, дожидели, и все. Ну, подожди, подожди, куда я кричать буду, ладно? Давай, кричи, кричи. Все, ладно, здорово. Погоди. Парни, девушку отпустите, пожалуйста. Че она? Иди чертеж, черти. Циклоп. Парни, парни, а вы че, если на троих соображаете, да? Че она? Че сегодня за день у нас такой? Тихо, тихо. Ух ты. Ну, что вы, ребята? Ну, что, ребята? Тихо, отпусти. Ты че, что это за бессиваль такой-то? Парни, ух ты, гостя. А, не больно, отпусти. Тихо, отпусти. Да твою ж дивизию. Я говорил, что ничего не получит. Ну, че? Че случилось? Ну, че, мужики? Ну, че вы такая? Так, стоп. А Соловьева-то где? Вашу дивизию. Я вам голову поотрываю. Где Соловьева? Да убежала ваша девчонка. Отпусти, сказал. Здесь кто-нибудь еще проходил? Ну, этот бегун пробегал. Да погоди, тот в синей шапке был, а последний в зеленой. Который в зеленой? И куда побежал? Туда. Там, там, проверьте. Ребят! А что с ребенком делать? Че, че, кормить. А ну, отпусти ее. А ну, с ней отказал. Да пусть вы проклятые! Ой, Господи, простите меня. Я вас шокером. Я, кажется, начинаю привыкать. Тихо. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние, сотрудничество со следствием, суд постановляет признать подсудимого Герчикова Эдуарда Валентиновича виновным по статье 166 УК Российской Федерации неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Угон. И приговорить его к двух годам условно с освобождением под стражей в зале суда. Свет! Светка! Свет! Свет! Паразит! Если ты еще хоть раз позволишь себе вот что-то такое, я тебя убью, ты понял? Убью! Убей. Хочешь прямо сейчас? Свет? Какая же ты скотина! Да. Какая приятная неожиданность. Здравствуйте. Здрасте. А я вот к вам с повинной. Это же все из-за меня. Вы лежите, лежите. Я все про вас знаю. У вас сотрясение мозга второй степени. Они мне льстят. Там нечему сотрясаться, поверьте. А я вам говорила, не надо мне шокер. Ну, простите меня еще раз. Да ничего. Я уже начинаю привыкать. Готов к любым ударам судьбы. Это вы простите, что мы вас втянули. А как этот? Маньяк. Проходит психиатрическую экспертизу. Если окажется вменяемым, то тюрьма, невменяемым психушкам. В любом случае, небо для него теперь будет в клеточку. Это хорошо. Это хорошо. Угощайтесь. Нет, это вы угощаетесь. Я забыла. Вот апельсины. Соки, витамины. Куда же так много, Ирина Михайловна? Ну, не надо все сразу есть и пить. Не успею. Выписываюсь через пару дней. Ну, максимум три, врач сказал. Так быстро. Вы расстроены или мне показалось? Да нет, это хорошо. Просто апельсин некому будет носить. Толь! Мам, привет. Привет. Ты ужинал? Нет, еще. А ты что такой? Ты чего улыбаешься? Так. Ну и что ты натворил? Да ничего. Я без разрешения. В общем, у нас гость. Кто, папа? Почему папа? Маша. Маша? Какая Маша? Я с ней познакомился в театральной мастерской. На подготовительных курсах. Мам, ты чего? Ничего. Ну и чего ты стоишь? Иди, веди Машу. Будем знакомиться. Ты супер. Да, знаю. А вот и мы. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, это Маша. Маша – это Матильда моя. А еще одна попытка? Маман Ирина Михайловна. Еще разочек. Мама. Слава тебе, Господи. Очень приятно. Очень приятно. Вы есть хотите, наверное? Да. Мам, ты чего? Мам. Маш, простите, а... Можно посмотреть поближе ваше украшение? Да, да, конечно. Я сделала из сережки, когда вторую потеряла. Все-таки хендмейд, папин подарок, а я посеяла. Вам нравится? Да. Мам, все хорошо? Что? Все хорошо. Угу. Сейчас. Обалдеть! А вы с Толиком искать замучились. Ирина Михайловна, а вы где нашли? А вы где ее потеряли? А мы, наверное... Скорее всего, мы... Нет. Нет. Может быть, мы... Мам, ну, в общем, сама что-нибудь придумай. Это какая-то теория невероятности. Обалдеть! Теория невероятности. Роман. Автор Ирина Соловьева. Глава первая. На их юбилеи Рудик, как водится, набрался. А Ритка притащилась с молодым любовником. Короче, Склеклосовский. Сейчас ты звонишь ее агенту. И ласково интересуешься, когда будет готов роман. Потом рапортуешь мне, и я ставлю перед ней простой до зубной боли ультиматум. Нет романа, нету денег. Все понятно? Да. Вперед! Светлана Николаевна у аппарата. Ты чего рычишь? Ничего. Привет. Представляешь, у меня эта чеканутая Сенцова, ну, детективщица, наш постоянный автор. Она, как Достоевский, зависла бадом-бадом и сорвала мне ко всем чертям сроки по сдаче книги. У нее, видите ли, кризис? У нее творческий кризис. Я знаю, какой это кризис. Казино и минеральные моды. Но воздействовать на нее никак. Как ты воздействуешь на Достоевского? Если только гнать ее мокрыми тряпками. Только я не могу. Во-первых, у меня с ней договор на серию. Ну, во-вторых, бабла в нее вбух на раскрутку. Мама не горюй. Ну, и народ ее любит. Читает захлеб. Ну, замени. Кем? У меня в загашниках сплошной трэш. Стыдоба. Незвечный вопрос. Кто виноват, ясно, а что делать, непонятно. А тебе какая тема нужна? Как всегда, трудная женская доля. Сопли в сахаре и сливе в шоколаде. Слушай, Ирка. Подожди. Ты считаешь, как пылесос. Может, у тебя есть на примете какой-нибудь автор? Ну, малоизвестный, но интересный. Ну, есть у меня на примете один неопубликованный роман. Кто автор? Автор, ну, неизвестный пока. Хотя, может, и слышала. Ирина Соловьева. А, так ты закончила свой оквус. Писак, бумага, марак. Значит так, давай срочно кидаем мне его на мыло. Поняла? Сейчас же жду. Хорошо. Апельсинов по дороге не нашел, поэтому вот. Спасибо. Так значит, вас уже выпустили. В смысле, выпись? Да. Мой лечащий врач сказал, что стульев на мою веку будет еще немерено, поэтому что мне там сидеть, я сразу к вам. Шутите, это хорошо. Чаи или кофе? Да что вы, то я. Может быть, выпьем по бокалу вина? Вам с вашей головой-то можно? Кто ее спрашивает-то будет? Наливайте. Хорошо. За что? Давайте за здоровье. Прекрасный тост. Какое интересное вино. Соленое. Соловьева, ты что, с ума сошла? Ты что, понаписала? Ты думаешь, я себя не узнаю, да? То есть я одеваюсь как попугай и веду себя как бой-баба, да? А Эдик-хлюпик, аж плюнуть хочется. И Витя твой, ну, паинька, но бесхребетный. А уж как корень, так совсем жертва обстоятельств. В общем, одним словом, это кошмар и ужас. Честно, мне само это все не особо нравится. Соловьева, ты с дуба рухнула. Ты что, шуток вообще не понимаешь? Это не роман. Ирка, это конфетка. Это самый цимус. Это кусок жизни, брошенный на бумагу. Все узнаваем. Персонажи, ситуации. Абсолютно все. Ты знаешь кто? Ты у меня талант. Ты прям талант. Талант. Маша! Да? Печаль! Привет. Привет. Спасибо. Я думала, у нас деловая встреча. А у нас, кажется, ужин при свечах. Ты чего? Да, я тут вспомнил. Помнишь, мне как-то спину прихватило, мне доктор назначил свечи. Я поставил, лежу себе ухо, а ты входишь и говоришь, вот, милый, наш с тобой романтический вечер при свечах. Угу. Хорошо выглядишь. А ты, по-моему, осунулся немножко. Ну, как вы, как Тулик? Ой, Тулик замечательный. У меня девочка появилась. Да ты что? Маша. 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 Они уезжают в Питер, в театральную академию поступать на кукольник. Какие молодцы. Угу. Да вообще масса новостей. Есть чем похвастаться ему, но жалко, вы редко видитесь. Ну, это временно, понимаешь? Временно. Просто Ольга, она очень ревнива. Да ты что, правда? Да. Она, знаешь, вообще не приходит в восторг от мысли, что я могу видеться с тобой или с Толиком. А сегодня ты что ей сказал? Что ты на совете директоров? Умничка. Просто должна понимать, у нее дикий токсикоз и... Да я понимаю, ты, наверное, такой заботливый мужчина. Переживаешь за любимую женщину, не хочешь ее волновать. Молодец. Давай лучше поедим. Знаешь, мне кажется, еда сближает. Ты что будешь рыбу, мясо? Стейк с кровью. Прекрасно. Так ты о чем поговорить-то хотел? Я хотел... Да. Дело в том, что нам предложили контракт в Италии, в Милане, на год. Поздравляю. Спасибо. Вот. Через полтора месяца мы уезжаем. Так вот, перед отъездом я бы хотел расставить, так сказать, все точки над И. А что ты имеешь в виду? Ира. Я понимаю, как это тяжело и трудно, и, поверь мне, мне самому очень нелегко. Но мы с тобой интеллигентные люди. Ну, по крайней мере, цивилизованные. И думаю, что мы можем... Ну, как-то весьма корректно решить этот вопрос. Ты что хочешь сказать-то? Я хочу сказать, Ира, что нам нужно развестись. Только не плачь, Ира. Пожалуйста. Ира. Ты. Я мерзавец, я знаю. Ты. Я подонок и мерзавец. Пожалуйста, не надо. Ты. Ты. Господи. Ты даже не представляешь, насколько я тебе благодарна. Ты вообще понимаешь, что я пришла сюда сказать тебе то же самое? Просто я... Я не знала, с чего начать. Как вообще такие вещи говорят? А ты как-то так раз и... Я не понимаю, ты о чем? Я о разводе. Я замуж выхожу. В смысле? В прямом. Замуж. Ты замуж? Да. За кого? У тебя какая разница? Да нет, нет никакой разницы. Просто я не понимаю, как ты замуж. И вчера у тебя никого не было. Сегодня ты бац. Здравствуйте, приехали. А? Любовь с первого взгляда. Ира, что ты несешь? Какая любовь? С какого взгляда? Такого не бывает, Ира. Какое-то бывает. Правда. Я... Я не... Подожди. Я не понял, а как же наш сын, как Толик? Господи, только взрослый мужик. Он сам скоро женится. Ему вообще не до нас с тобой. А потом у них с Германом такие отношения сложились. Ох, он еще и Герман. Но это у нас Модестович, ничего. Да при чем здесь это? Слушай, не психуй. При чем здесь это? Я прошу тебя, успокойся. Я вообще не понимаю, как ты могла? Как ты могла? Мы расстались меньше месяца назад. Ты уже выходишь замуж. Это ты мне говоришь? Это я тебе говорю. У тебя невеста беременна, ничего? При чем здесь? Это совсем другое. Да что ты? Совсем другое. Ты не можешь. Веська, оказывается, могу. Все, прекрати мне врать. Зачем ты мне врешь? У тебя никого нет. Ты просто мне это говоришь, чтобы меня позлить. И я тебе не верю. Слышишь? Не верю. Витюш, это твое дело, верить или нет. Но я действительно выхожу замуж и подаю на развод. Желаю тебе счастья и приятного аппетита тоже. Пока. И разобери, пожалуйста, вот это. Пока. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»